Многие кунгуряки Кратовское озеро за его форму называют озером-сердцем. Но это нежное название сейчас вряд ли ему подходит. Озеро утопает в заросших деревьях и огромном количестве мусора. Борьбу за чистоту озера организовала Екатерина Бурылова, неравнодушная жительница микрорайона вокзал. По её словам, попытки очистки озера среди местных жителей были уже не раз. Но, сталкиваясь с отсутствием единомышленников, они быстро заканчивались. Но Екатерина останавливаться не собирается и подчеркивает значимость Кратовского озера. Я думаю, что не только для жителей вокзала, но и для всего города. Это озеро таит в себе огромный потенциал для отдыха всех людей. И детей, и с семьями, с детьми можно сюда прийти, отдохнуть, позагорать и покупаться. На самом деле, глобальная задача, чтобы через несколько лет у нас озера было снова пригодно для купания. Внести свой вклад решили люди всех возрастов. У каждого свои причины и задачи на этот субботник. Ну, это мой город. А чтобы в городе было чисто, нужно что-то делать. Вот и всё. Я на пенсии, я пенсионер. Вот представляете, я 43 года отработал, стаж у меня 43 года. И вот я дома сидеть не могу. Дома всё сделали. Огород, всё, всё, всё. У меня частный дом. Внуки у меня пришли. Мы, пойдём на озеро прибираться. Я тоже с ним пошёл. И в обычные дни Анатолий Сартаков старается следить за чистотой своего микрорайона. Я постоянно на вокзал хожу, обратно иду, эти бутылки валяются в канаве. Покет наложу, бочок выброшу. Компании «Кунгурстройзаказчики» «Водоканал» предоставили технику для утилизации веток. С ними работа идёт в разы быстрее. Делать свой район чище можно не только в субботнике, но и в любой день недели. Главное, необходимо желание менять мир вокруг себя к лучшему. Я бы просто призвала каждого делать в той мере, что он может. Даже если человек, пройдя по озеру, соберёт просто мешок мусора, это уже шаг вперёд к тому, чтобы у нас здесь была зелёная зона для отдыха. Четыре часа работы и совместные усилия сплотили участников субботника. Это только первые шаги, но за проведённое время они смогли очистить часть с берега от заросших деревьев и мусора, открывая вид на Кротовское озеро.